друзья всем привет сегодня такой эфир из машины еду москву по делам психолог елена стименко если есть какие-то вопросы на тему отношений на тему финансов говорите спрашиваете буду рулить и отвечать на вопросы кто-то со мной хочет прямой эфир провести но я с незнакомыми людьми не провожу совместные прямые эфиры поэтому не буду проводить вот из последних роликов я психолог сфере отношений сфере финансов кому интересно тема психологии подписывайтесь на мой тик ток задавайте вопросы интересные могу прям сейчас разобрать пока рулю самые такие вот жаркие ролики у меня зашли последние на которых много откликов это почему мужчина не хочет секса разные разные варианты ответов я давала но причин как всегда естественно не одна много их несколько как минимум доброе утро да у нас утро кто откуда я вот из подмосковья еду в москву по делам и все дела почти в центре вот так же вопрос задавали почему женщина не хочет секса я также записала ряд видео в плейлисте кому интересно можете зайти посмотреть если интересует почему мужчина не хочет секса почему женщине хочет секса вот на самом деле то как у любого человека то какой с ним рядом человек то количество денег которые у него есть это то что каждый из нас хочет и такая иллюзия да кто-то говорит я хочу другие отношения хочу чтобы у меня было больше денег это все неправда потому что ну если человека что-то не устраивает он всегда своей жизни меняет все да не устраивает отношения он уходит из них и меняет если человек в тех отношениях которые его не устраивают значит у него или зависимость какая-то да если там тиран или абьюзер вот либо же ну человек там ждет и не готов что-то поменять значит его все устраивает то же самое с деньгами если у тебя нет денег но ты хочешь чтобы их было больше то ты с этим что-то сделаешь правильно если ты с этим ничего не делаешь значит а че ты не хочешь чтобы тебя в твоей жизни было больше денег вот расскажу например пример из моей жизни когда-то давно я жила в районном центре смоленской области меня не было денег я много работала очень много но тогда медикам зарплату не платили и когда меня не устраивало то что в моей жизни столько денег и моя жизнь не устраивало в 24 года я собралась уехала в москву потому что ну вот решила в своей жизни все поменять вот единственное что все зависит от нашего мышления это я всегда говорила говорю и буду говорить когда конечно переехала в москву если есть вопросы по теме отношений то пишите на тему отношений на тему денег все что по психологии касается я вам отвечу елена у стименко психолог сфере отношений сфере финансов более 20 лет 2000 года я в психологии наладила свою жизнь и теперь помогаю теперь это последний 21 год другим так вот можно уехать в другой город другую страну как говорят да вот я уеду из этого города все мне получится наладится нифига нет так это не работает почему потому что каждый из нас продукт своего рода у каждого из нас свои установки свои убеждения и каждый человек это набор привычек набор привычек и соответствии с этими привычками мы выдаем те или иные реакции на те или иные события в жизни и мы всегда одинаково реагируем на что бы то ни было потому что у нас вот это вот сложилось да к нам передалось по роду к примеру вот и есть так называемый ген бедности это такой термин психологии это не я придумала это термин психологии такой есть ген бедности что это значит это значит что каждая личность сформирована по роду да все установки убеждения они нам передавались от наших родителей что-то мама сказала да там или папа ну к примеру да что нежели богата ничего и начинать да и выросла такая девочка и мальчик и хочет вроде много зарабатывать или там сиди тише лучше будет да не высовывайся и вроде хочет человек все поменять хочет чтобы у него были другие отношения чтобы было больше денег а вот эта вот установка она не дает человек не знает как это работает но все у нас отмышления от подсознания и более того во главе всего стоит наш инертный ум мозг да мозг не любит вообще никаких изменений когда человек хочет говорит там перемен требует наши сердца я хочу изменить свою жизнь все с понедельника с первого числа с нового года я меняю всю свою жизнь а мозг начинает подсовывать такие такую фигню типа да ладно до чего ты до завтра до потом до со следующего понедельника до следующего первого числа вот и мозг очень инертен он не хочет чтобы мы менялись никоим образом никоим случае поэтому если хочется чтобы в жизни произошли какие-то крутые изменения нужно обязательно проработать свои мышления только после работы с мышлением что-то в жизни начинает меняться зря же говорят что есть мышление богатого человека есть мышление бедного человека и вроде люди-то одинаковые всегда две ноги две руки пишите вопросы если что-то будет интересное тут мне солнце ярко светит отсвечивает но я буду посматривать если просмотрю то еще раз можете задать вопрос я тогда его увижу я отвечу обязательно хоть я за рулем но как раз у меня время есть на то что провести прямой эфир так вот все зависит от мышление и когда человек что-то вроде хочет поменять но его установки убеждения ему не дают так срабатывает ген бедности который находится у нас здесь и но нельзя так взял взять вчера ты был одним человеком а сегодня ты совсем другой человек ты такой крутой успешный классный потому что ты принял такое решение так это не работает работает это по-другому так вот еще раз повторю что есть психологии такой термин как ген бедности это о том что все мы дети нашего рода все нам передалось по убеждения установки да с нашими родителями нашим родителям их родители то же самое передавали а родители наших родителей это были или дети войны или послевоенные дети и тогда эти установки действовали да и тогда они были наработаны что надо экономить что надо думать о завтрашнем дне все собирать как бы тогда и нужно быть аккуратным не нужно делать резких движений вот и если ты хочешь чтобы в твоей жизни происходили какие-то изменения обязательно стоит проработать вот эти все ограничивающие убеждения и установки иначе никаких перемен в жизни не будет вообще никогда это точно стопроцентно а как можно проработать установки убеждения ну я вот например как психолог опытный да с опытом более 20 лет веду разные движухи ну помимо этого я конечно же индивидуально сопровождаю и всегда конечно же индивидуальная работа она более ценная потому что тебя ведут за ручку да тебя направляют видят все твои косяки прорабатывают но это для тех кто может себе позволить с одной стороны другой стороны поработать над собой проработать может даже любой человек даже тот у кого нет каких-то больших денег там на сопровождении хотя все относительно кто-то приходит например ко мне на сопровождение девушка да мы с ней тему отношений и тему денег прорабатывали и она стала получала 60 80 тысяч в месяц рублей стала получать 142 тысячи после того как мы несколько месяцев проработали стоило ей пойти на сопровождение на индивидуальное ну как бы ответ очевиден да вот так вот а есть движухи для людей которые меняют сознание и мышление которые стоят недорого да например у меня есть клуб ген богатство люди там вот он три месяца существует четвертый пошел каким образом происходит в клубе до движуха я даю задание участники клуба его выполняют и я даю обратную связь это общение с оклубниками между собой да люди общаются вот это поддержка потом это прокачка да причем очень интересно как у нас клубе ген богатства вот есть ген бедности а я создала клуб ген богатства там где мы заменяем этот ген бедности на ген богатства чтобы человек стал успешным счастливым самодостаточным чтобы все в жизни у него налаживалось да и отношения и деньги вот и так интересно что те кто приходит в клуб ген богатства почти сразу уходят с работы да они ее теряют это вроде смешно не смешно но человек начинает осознавать что я много лет работал на работе которая меня не устраивало я получал деньги которые меня не удовлетворяли многие начинают открывать свое дело тогда мы я и другие участники клуба помогаем друг другу штурмим мы прорабатываем даем какие-то идеи накидываем поддерживаем в соцсетях и везде это работает очень хорошо потому что когда есть поддержка да как у нас каждый из нас живет ты живешь своей жизнью и вот ты решил стать что-то такое да сделать ты говоришь там своему мужу жене маме папе друзьям они мыслят на своем уровне ты решил ты дошел до того чтобы открыть например свое какое-то дело да и стать более независимым независимым от места нахождения да может быть у тебя работа онлайн или ты решил вот у нас одна участница клуба ушла с работы решила заняться и печь пироги торты пирожные капкейки да и она кайфует и кайфует когда люди стали покупать и отзывы писать и прямо кайфует да человек занялся своим любимым делом а когда ты говоришь близким окружающим ты уже созрел к примеру до того что ты хочешь открыть какой-то бизнес или какое-то тело и тебя драйвит да у тебя куча идей а что делать близкие они на своем уровне твои родители которых их родители говорили не высовывайся будь как все что говорят даже я когда ушла до с найма хотела я была и менеджером среднего звена в крупной компании до руководителем потом я была директором в канадской компании да а потом я родила младшего ребенка где-то сзади за мной сидит вот и я решила заниматься своим делом это моя хорошая массажиста я психолог хороший а потом на стопа то отучилась да и что родители наши нам говорят они говорят моя мама даже мне говорила устройся хоть куда-то у меня сейчас например высшее юридическое образование и мама говорит устройся хоть куда-то пусть у тебя будет книжка это да пенсионная пусть у тебя идет опыт пусть там капает денежка вот но это же все иллюзия я решила по-другому что пока я сильная пока я могу пока я в ресурсе я лучше буду зарабатывать создавать пассивный доход и жить кайфуя не привязываясь к графику какому-то сама себе выстраивая график да вот и что это будет именно таким образом а большинстве случаев люди хотят вырваться да и решают открыть что-то какой-то бизнес какое-то дело но бизнес это по большому говорю да на самом деле какое-то свое дело заниматься своим любимым делом ведь как важно особенно женщинам быть в ресурсе и делать все через хочу я хочу заниматься своим любимым делом я не хочу ходить на ненавистную работу например да вот и как это важно тогда происходит такая штука что женщина начинает жить в кайф она занимается своим делом но когда она собралась а ей мама там папа родственники друзья подруги со своего уровня говорят которые еще не готовы там чего-то открывать вот говорят да ладно ты чего да не надо да живи как все зачем тебе это надо человека начинает обуревать сомнения а правда а чего это я для чего это зачем зачем мне это нужно может быть и правда показалось человек сливается и опять начинает жить какой-то не своей жизни да вот как ко мне психологу приходит на консультации говорят найти что-то такое ощущение что я живу не своей жизнью почему это так я говорю ну потому что ты живешь не своей жизнью потому что вот кем ты хотел жизнью быть да и кто-то говорит я вот хотела там пирожки печь и пирожки печь а чем ты занимаешься бухгалтер я тебе нравится быть бухгалтером нет не очень мне грустно мне не интересно вот и так станет тем кто кем-то мечтал в детстве мечтал какие-то эти свои пирожки кайфует того что ты делаешь пирожки я людям они нравятся люди пробуют едят эти пирожки и счастливы да примеру так вот и вот есть такая возможность например да вот есть кубки богатства котором мы штурмим друг друга да в котором я даю обратную связь которым поддерживаем друг друга оказываем помощь и поддержку потому что это важно особенно на этапе формирования новой какой-то задачи иди и цели это важно чтобы тебя кто-то поддержал и тогда все начинает разворачиваться абсолютно волшебным образом ну вот и постепенно в клубе из месяца месяц идет формирование нового мышления мышление успешного человека и мы ген бедности заменяем на ген богатства вот но в клуб я просто так никого не беру в клуб можно попасть через квест что такое квест квест трансформационный который может попасть абсолютно любой человек там стоимость минимальная пятьсот рублей за семь дней выдаются задания каждого дня человек выполняет эти задания я даю обратную связь и могу дать какие-то дополнительные задания со своего как бы уровня да с уровня психолога в области психологии да эксперта более двадцати лет я могу направлять куда-то и человек начинает по-новому смотреть и что-то замечать и что-то для себя осознавать и он начинает понимать а что я хочу потому что многих проблема в том что каждый человек как качан капусты он навешан другими мнениями да другими опытами какими-то которые он протяжении своей жизни накапливал он думает что это его сначала мама вкладывала до в каждого из нас человека потом детский сад пришли там воспитатели говорят как правильно как неправильно что стоит делать а что делать не стоит а потом маленький человек идет школу а в школе учителя уже начинают говорить потом мы вырастаем маркетологи за нас решают что нам надо что не надо что ты хочешь что не хочешь ты смотришь телевизор приходишь магазин а там тоже за тебя решают что тебе нужно что не нужно и вот получается что в 30 40 20 лет а это понятно что у человека как правило нет никакого своего мнения где-то книги почитал где-то там сейчас разные там каналы есть разные паблики да как нужно отвечать если тебя спросят так как надо отвечать и человек от этого начитался чужих мыслей до чужого мнения и думать что это его но на самом деле это не его да или человек читает книги какие-то да да мысли великих мысли ученых мысли каких-то авторов да и начинает цитировать эти мысли соглашается с ними и думает что да вот эта мысль вживается в человека и думает что это моя мысль начинает их выдавать или наверняка заметили да что есть люди таких много которые ведут блог какой-то да соц сеть а к ним зайдешь на страницу а там одни мысли великих великий сказал вот это великий сказал вот то а это значит что это значит что человек у него нет своей какой-то мысли своих мыслей до своей позиции у меня есть позиция на все абсолютно на все я могу с чем-то быть согласны с чем-то могу не согласны есть моя четкая позиция вот но я ее сформировала это и мышление это прочее прочее многие они смотрят мысли великих и цитируют этих великих но это мысли великих это не их мысли правильно так вот для того чтобы были твои личные мысли нужно вот эту всю шелуху убрать отсеять и тогда в какой-то момент будешь ты настоящий ты такой какой ты есть не вот это наносное все не то что за тебя решили что ты хочешь и не хочешь не прочее вот это все а именно ты такой какой ты есть это очень важно от этого всего избавиться если ты хочешь стать осознанным если ты хочешь жить своей жизнью классной интересной супер-пупер жизнью если ты хочешь быть автором своей жизни если ты хочешь управлять своей жизнью Если ты хочешь сам решать, кто будет рядом с тобой Если ты хочешь выбирать, какие отношения тебя устраивают Если ты хочешь выбирать, сколько ты хочешь зарабатывать И позволять себе это Потому что опять-таки многие говорят Я хочу зарабатывать 400 тысяч в месяц А почему человек не зарабатывает? А потому что у него вместилища вот это вот нет Настолько у него есть вместилища на 20 тысяч или на 50 А на 400 нет Нужно прокачать мышление, вот это вот вместилище проработать И тогда уже будет, да, совсем другой доход Почему? Ну потому что человек сам себе будет позволять Потому что на самом деле любой человек может всё что угодно А почему не получается? Потому что человек сам себе не позволяет Сам себе не позволяет Никто так нас не ограничивает, как мы сами И это такая авторская позиция Да, есть две позиции Есть позиция жертвы, когда все виноваты Мама виновата, что-то не дала Папа виноват, чего-то не дал В школе виновата, что-то не дали Начальник козёл, урод Это он виноват На самом деле никто тебе не виноват Если ты автор своей жизни, то ты сам выбираешь Как твоя жизнь будет проходить А кто ещё должен решать в твоей жизни? Кто? Только ты сам Но это происходит только тогда, когда ты осознанный И когда ты берёшь ответственность за свою жизнь За свои действия, за свои поступки Кто-то там сзади выглядывает, да? Кто-то маленький Слушай, слушай, тебе пригодится Вот, и конечно важно формировать мышление с детства Чем раньше, тем лучше Потому что, да, взрослых тоже можно менять Вот, как говорю, все мои подопечные Кто на индивидуальном сопровождении Кто в клубе генбогатства Кто на трансформационном квесте Это да, всё можно поменять Всё реально Но у взрослых уже сложнее Проще, интереснее формировать мышление Успешного, богатого, счастливого Любящего и любимого человека Именно с детства Вот Поэтому есть, говорю Работа с психологом, она разная Индивидуальная, да, это дорого Ну, опять говорю, что значит дорого Дорого, чтобы у тебя жизнь изменилась Ты стал зарабатывать в 30-50% больше И у тебя были классные отношения Или дорого это платить за участие в клубе Столько, сколько может позволить себе практически любой человек Или пройти трансформационный квест На который я вас зову Всего лишь 500 рублей 7 дней С моей обратной связью Но это может себе позволить практически любой человек Но опять-таки это нужно кому? Это нужно не всем А только тем, кто хочет изменить свою жизнь Кто хочет разобраться А кто я такой? А чего я хочу? А что мне нужно? А что для меня главное? А что со мной не так? Да, многие думают, что с ним что-то не так Знаете почему? Потому что в детстве нам родители часто говорили Там ты прыгаешь Там ты прыгаешь Родители говорят Что ты ведешь себя как дурачок И в голове щелк? Я какой-то не такой Я веду себя как дурачок Или там ты что-то там делаешь Они говорят А вот Танька-то дочка соседки А она по-другому А ты вот так И у тебя опять щелк Я какой-то не такой Я какая-то не такая Что-то со мной не то Так вот Самое главное Такое вот Я не знаю Там Открытие для каждого Да Это понять, что ты нормальный Вот такой какой ты есть Ты нормальный С тобой все в порядке Когда этот человек понимает Тогда жизнь у него начинает меняться Почему? Потому что каждый из нас действительно нормальный Такой какой он есть И очень важно быть таким какой ты есть Иногда даже себя противопоставлять обществу Я сейчас не о том, что не надо там Я не за то, что там Идти с какими-то транспарантами Я за нашу власть Я за Путина Потому что я живу так, как я хочу Меня все устраивает У меня все хорошо Я живу в стране, которая меня устраивает Потому что опять я автор своей позиции Да, жертвы могут жить И жаловаться на окружающих Не та страна Не тот президент Не та работа Не то окружение Не тот партнер Не те дети Все плохо Вот Подписывайтесь на мой тиктук Кстати Очень много полезных Интересных роликов За 15, 20, 30, 40, 50 секунд Я даю очень полезные вещи Это всем тем Кого интересует психология Кому интересно разобраться с собой А также я приглашаю На мой трансформационный квест С моей обратной связью Это тем, кто хочет для себя Открыть себя самого Познакомиться с самим собой Пишите мне в директ Или тиктока Или в директ инстаграм Ссылка есть в шапке профиля Также можете подписаться на мой Ютуб канал Там много полезных Интересных роликов Кстати, выкладываю периодически Прямые эфиры с тиктока Я не вижу, там есть какие-то вопросы Или нет Ребят, кому интересно Пройти трансформационный квест Пишите квест В квест можно зайти в любой момент И для себя любимого Сделать что-то То, что станет первым шагом На перемене Изменениям к твоей жизни То, что для тебя Сделать открытие Вот это очень крутое вложение В себя Еду я в Москву По делам Все почти дела У меня в центре Москвы Живу я за городом Так что так, ребят Подписывайтесь Елена Остеменко Психолог в сфере отношений В сфере финансов Если есть вопросы Задавайте Могу ответить В прямом эфире Сейчас уже буду сворачиваться Потому что надо смотреть По навигатору Как проехать Чтоб не попасть в пробки В Москве у нас Хорошая погода Лето Волшебное Отличное Так что У кого не те отношения Кто хочет повысить Деньги, которые он зарабатывает Получает Еще раз повторяю Это нужно Увеличить вместилище Каждый из нас Получает ровно денег Столько, сколько он Способен вместить Все потому что в голове Нужно работать с мышлением Сознанием Мозг инертный Мозг ленивый Он каждого из нас Заставляет Ничего не делать Вот Так Сейчас на светофоре Остановлюсь Прочитаю Что-то там Написано Я пока не вижу Солнце ярко светит Так что друзья Приглашаю всех На квест Трансформационный 7 дней Удивительных Открытий Себя самого Подписывайтесь на мой Инстаграм Подписывайтесь на мой Тикток Полезные Интересные ролики Сейчас плейлисты Можно записывать В Тиктоке Я записываю Плейлисты Одну тему Потому что За 15-30 секунд Понятно не раскрыть Иногда там в комментариях Пишут что А еще это Еще то Я говорю Да конечно И это И то Но Это же Ну в Ютубе Я могу подольше Да Поговорить Раскрыть тему А в Инстаграме Ой А в Тиктоке Как ее раскроешь За 15-30 секунд Ну никак Так Повторение Показанных Во время трансляции 10 Друзья Если вопросов у вас нет Я буду финалить Спасибо всем Кто присутствовал Всех благодарю Кто был со мной долго Подписывайтесь на мой Тикток Всем хороших отношений Всем быть счастливыми Всем быть успешными Богатыми Богатство для каждого свое Но если человек изобильный То все у него круто